Один из людей очень был похож на него! Ага, вот он, да, вот и безнадый поворот. Сэм, хай! С вами Юджин, и сегодня мы снова играем в приключения Маквиссера в GTA 5. Прежде чем мы приступим, я напоминаю, что играю на сервере La Mesa. Ссылка на него будет в описании также вместе с инструкцией, как на нём зарегистрироваться. Поэтому, если ты хочешь попасть в следующий выпуск про Маквиссера, переходи на этот сервер, вводи промокод WISER и получай клёвые бонусы, а ещё возможность попасть в следующий эпизод. И, народ, я сейчас ещё чуть-чуть немножечко потомлю вас перед тем, как начну видос, потому что у меня для вас зашибательский сюрприз. Бомбическое эпохальное событие, ведь у сериала про Маквиссера впервые появилась своя собственная заставка, которую вы сейчас увидите. И я буду очень рад, если вы сразу влепите лайк заранее, потому что, ну, очень много сил и времени было потрачено на эту заставку, и она получилась просто зашибительская. Идея для заставки у меня уже в голове где-то пару лет точно сидела, и, наконец-таки, нашёлся человек, который смог мне помочь её реализовать, за что ему огромное спасибо. Его творческий псевдоним Art13, и он занимается созданием роликов по GTA V на профессиональном уровне. Делает просто шикарнейшие ролики, на мой взгляд. И в качестве спасибо ему я хочу оставить и о нём информацию в описании под видео. Зайдите к нему, скажите ему, какой он крутой чувак, поставьте лайков. А самое вдохновляющее для меня во всём этом то, что парень вырос, как он рассказал на роликах про Маквиссера, и именно из-за них решил заниматься вот тем, чем он сейчас занимается. Его мечта была поучаствовать в создании ролика про Маквиссера, что он и сделал. Вот, друзья, наглядный пример. Когда веришь своей мечте и впахиваешь ради них, всё получается. Извините, что затянул с началом, но это особенный для меня выпуск. Он, на самом деле, достаточно нестандартный. Поэтому я надеюсь, что вам понравится. Лайк, очень буду рад. И мы приступаем! Лайк, очень буду рад. Это настоящий провал. Всё должно было пройти гладко. Был же план. Но, несмотря на все усилия, я всё равно стал белым. Чёртов хирург ведь дал гарантию. Теперь меня точно выгонят из банды. А, ещё меня взяли за ограбление дома. Руки дрожат. Добрый вечер, гражданин. Спокойно, Мак, всё будет хорошо. Ты спец по переговорам. Помни это. Это был не я. Это был однорукий человек с двумя глазами. Как обычный человек. Все так говорят. В чём меня обвиняют, собственно? Вас обвиняют в непосредственном грабеже дома. Это хорошо. В непосредственном грабеже я бы не стал участвовать. То есть я ничего не грабил. Позвольте задать вопрос. А кто из вас плохой полицейский, а кто хороший? Мы оба в какие-то моменты плохие, а в какие-то хорошие. Мне нужен компаньон, который будет играть плохого допрашиваемого. Тогда я смогу всё на него свалить. Давайте хватит предусловий всё-таки начнём. В процессе данного вопроса вам будет задано энное количество вопросов. Ну что ж, давайте попробуем это сделать. Представьтесь, пожалуйста. Мак Герписович Высер. Сколько в данном городе проживаете? Пять долгих дней. То есть вы хотите сказать, что проживаете в городе пять дней, а уже обнесли хату ценой полтора миллиона долларов, верно? Нет, ни в коем случае я не обносил никакую хату. О чём вы говорите? Меня подставили. Камера, установленная владельцем дома, прекрасно видела, как человек в точности с вашей внешностью ворвался внутрь и начал выносить оттуда вещи. Что вы на это ответите? Я шёл по дороге. Мне нужно было, чтобы меня кто-нибудь подвёз до ближайшей больницы. Оставились ребята и подвезли. В процессе они заехали к своему другу, как они мне сказали. Друга дома не оказалось. Тогда они сказали, что нужно взять пару вещей и перевезти. Но я такой, это не моё дело, ребят. Вообще, почему вы именно в этот дом приехали? Гравить можно было в другой дом. А потом они такие, ну поехали дальше. Садись за руль, а то у меня голова болит. Голова болит, это универсальный довод, чтобы сделать что-то. Поэтому, ребят, у меня голова болит, да? Дайте я пойду домой. Вы указали, что рядом с вами было два человека. Разве я сказал, что их было двое? Их было тысячи? Не-не-не, у меня тут всё записано, вот то, что вы говорили. Заместитель, мы там в машине никакой шприц с чем не обронили, что у человека в глазах двоица-троица. У меня всё в порядке, сейчас стоит 10 полицейских в этой комнате. Сколько пальцев я сейчас показываю? Десять. Десять пальцев, да? Я болен, вы что, не понимаете? Мне нужно в больницу, я же туда и ехал. Кто и кем приходились вам эти люди? Знаете, обычно я очень добрый, очень отзывчивый человек. Но иногда я вижу произвол. И я не могу его терпеть. И я не буду терпеть, я требую адвоката. На место своё сядь, на место. Вы что, вы отступите, вы отступите от протокола. Мне интересно это посмотреть. И камере тоже будет интересно посмотреть. Я требую адвоката, мать твою. Сейчас достану на ручки из статического пояса, подшинодел на человека. Я пристегну его к стулу. Хорошо, ладно, зайдём с другой стороны, Гражданин. Только не с другой стороны, я знаю, что в тюрьме делают. Адвоката, и больше я не скажу ни слова. Бейте меня. Делайте, что хотите. Заходите сзади, спереди. Можете сразу со всех сторон зайти. Без адвоката я ничего не скажу. Хорошо, заместитель. Хватит с меня этого цирка. Так, куда мы идём теперь? Пожалуйста, только не в душ тюремный. Чёрт, как жёстко меня прессует. Я не знаю, как из этого выкутываться. И не хочу, чтобы отец Мака был разочарован. Прижимайтесь к стенке, пожалуйста. О, боже мой, только не это. У вас был найден, получается, тот какой-то молоточек. Пойдёт как улика с вашими отпечатками. О, боже мой, всё, повезли. Опа, мы в суде? Да погодите. Я думал, что адвокат, сначала мы с ним наедине поговорим. Должна же быть какая-то стратегия защиты. Вы здесь обязательно пообщаетесь с адвокатом. А, всё, хорошо, спасибо. О, мы прям в суд приехали. Представляете, вот на этот стульчик. Когда-то я сам нёс правосудие в этот мир. И вот чем это всё закончилось. Смотрите, какое лицо у Мака. Судья прибудет в течение 10 минут, поэтому ожидайте здесь. Хорошо. Так, что же делать, что же делать? Как мне быть? Ах, если отец узнает про это, он будет смеяться надо мной и никогда не примет меня как своего сына. Я должен выбраться отсюда. Я словно снова в школе оказался. Сижу за партой. Сколько уже здесь? Час? Теперь я понимаю, почему та передача называлась «Час сюда». Опа, началось. Мне нужен адвокат. Где он? Кто из вас, ребят? Это я. А, модненько одет. Хорошо. Он будет врать, я сразу говорю. Он лжёт с самого начала. Добрый вечер, ваша честь. Подмазывается, подмазывается к судье. Стараюсь кратко... Сказал он своей жене перед брачной ночью. Нормально подколол, да? Отвечет, можете вставать. Ого, окей. Закон предполагает, что мне должны предоставить адвоката. Вы изъявляете желание побеседовать с адвокатом? Я очень, да, я очень хочу поговорить с адвокатом. Я его впервые вижу здесь. Хорошо, я назначаю судебную паузу. Дружище, давай. Что мы будем делать? Как мы будем обороняться? Я хочу сначала послушать вашу историю, что вообще произошло. Давай лучше ты расскажешь мне историю и скажешь, понравится она мне или нет. Как я понимаю, то, что вы ограбили дом, ну это неправда. Конечно, нет. Мы можем сказать то, что вы находились возле какого-нибудь клуба. Там охранник вам дал подзатыльник. Вы очень сильно упали. Да. Вам нужно было ехать в ЕМС. И по пути вот вас подобрали эти вот ребята. Сказали, что подвезем в ЕМС. В итоге вас там скрутили, связали. Скочем рот заклеили. И пригрозили, что вы должны с ними поехать ограбить дом. Отличная мысль. Я как козел отпущения. То есть у вас не было другого выхода? Хорошо. Отличная работа. Что-то добавить есть у вас? Я могу добавить несколько тысяч долларов судье на руку. Если это поможет мне избежать наказания. Мне кажется, нужно идти с нашей версии. Вперед. Оконченная беседа, верно? Да, есть с чем работать. У вас есть какие-либо дополнения? С детства я преследовал эту мечту. Нести правосудие всему миру. Вы знаете, я рос один в несправедливости. Мой отец меня бросил очень давно. Когда я был очень маленький. И еще более рыжий, чем сейчас. Вы не поверите. Но это были очень яркие, рыжие, красивые волосы. Вам бы понравилось. Он бросил меня. И недавно я его встретил, когда переехал в этот город. Это была очень трогательная встреча. Но только для меня. Потому что он избил меня. Пырнул ножом. И бросил подыхать. Поэтому мне нужно было срочно направиться в больницу. Присяжные, здесь вы должны заплакать. Это очень грустная история. Серьезно? Никакой реакции? Ну и публика. После чего ко мне подъехали ребята на машине. Я сказал, что мне нужно в больницу. Они такие, окей, поехали. На меня пистолет наставили. И пригрозили. Это страшный момент, ребята. Вы должны здесь сказать. Во, 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 да. Реакция есть хорошая. Видите? На меня наставили пистолет. Поскольку я очень плохо помню все, что там происходило. Так как я истекал кровью еще немножко. Один из людей очень был похож на него. Ага. Вот он, да. Вот и беззадный поворот. Очень был похож на него. Официара полиции? Да. Примен к сведению. После этого мы остановились возле какого-то дома. И они снова вытащили пистолет. Пистолет заставили меня выйти. И дали мне отмычку в руку. Сказали, взламывай, тварь. Я заплакал. Грустный момент. Они сказали, взламывай дверь, мать твою. Давайте я покажу наглядно. Взламывай дверь, мать твою. Ну, представьте, что у меня в руке пистолет. Я не хотел, чтобы мать мою. Поэтому я стал взламывать. Потом мы прошлись вместе с ними по дому. Они взяли какие-то сумки. И мы, собственно, отчалили. Дальше нас схватили. Меня, точнее. Я не знаю, что с этими ребятами стало. Но надеюсь, у них все хорошо. Нормальные ребята. Очень понравились мне. Мы классно пообщались. А еще очень грустный момент. Полицейский. Вот он отнял мой молоток. И сказал, что этот молоток это что-то плохое. Разве плохо, когда человек любит молотки? А как же быть гвоздозабивателю, который забивает гвозди и этим живет? И кормит своих детей? И семью? Я вам куплю этот молоток. Спасибо, спасибо. Купи, пожалуйста. У меня не так много денег. Я отложил большую часть на подкуп судей, в случае, если дело пойдет не так, как я хотел. А, в общем, да. У меня все. Спасибо. Я не виновен. А, да, я не виновен. Виновен он. Как мое выступление было. Это жикарно, пожалуйста. Спасибо, спасибо, спасибо. Товарищ адвокат, можете подходить с юристической стороны, как бы высказать свое мнение? Давай, давай, братан. Меня слышно? Да, да, все прекрасно. Говори, не стесняйся. Гражданин, который сидит вот тут вот, он невиновен, на самом деле. Он подвергся угрозе жизни. Это все. Все, он невиновен, в общем, можем отпускать. Хорошо, товарищ адвокат. Ну все, дело закрыто, спасибо всем. Нет? Ну, посмотрите, ну вот посмотрите на этого милейшего гражданина. Ну, как он может вообще что-то сделать? У него даже бабочка поглаженная. Глажная бабочка, да. Хорошо, у вас есть какие-то вопросы кисцу? Кисцу? А вы врете? Ну, вот честно. Проверь, моргает или нет. Если моргает, значит, врет. Вы врете? Ты врешь? Кто не врет, уважаемый адвокат? Вот слышите, он говорит, что он врет. Вы слышали слово врет? Предложение, я слышал, значит, врет. Хорошо, адвокат, можете присаживаться обратно. Все, все, все. Отлично сработано. Вызываем свидетеля. Свидетель? Тут был свидетель. Свидетель у нас является соседом потерпевшего. Да, здравствуйте, товарищ Сидия. Это было утром, да, у нас сатанная пришествия случилась? Я встал, одел свой палатик, вышел на балкончик с чашечкой кофе. Ваша честь, ваша честь. Прежде чем вы вынести какое-то решение, я должен добавить. Свидетель, вы сказали, что это происходило утром, правильно? Так точно, сэр. А когда это происходило на самом деле? Поздний вечер, около шести часов. Поздний вечер. Окей, значит, свидетель уже не договаривает здесь что-то. Дело раскрыто, мать твою. Так, а теперь адвокат, давай, ты хотел сказать что-то. Отойди, свидетель, я сейчас буду. А из вот этих слов, то, что сказал свидетель, могу выявить только один факт. Ну, тут человек был под салями, тут уже ничего не сделал. Ну, вам надо было сделать медэкспертизу данного. Ну, это ж ему надо было, он же к нам шел, что я буду на него время тратить. И получается, к суду никто не готов, давайте все по домам делать домашнее задание. Реально, мне математику еще на завтра. Да, мы послушали обе стороны, сейчас суд удаляется. Бля, мы что-то на пятихатку сегодня дойдем? Да я думаю, пятихатки, да даже может быть 300, хватит. Чисто в баре посидеть. Следующий, свидетель, свидетель. Что там, сколько вот это стоит дом оплатить на 30? 300 долларов. 300 вообще нормально будет. На 250 давай. Не-не-не, офицеры, мы же нормально общались. А что мы, ну мы там на чай приглашали. У вас здесь есть программа защиты свидетелей? Просто я боюсь, что дано. Да, все верно, программа нет. Можно меня немножко там оберегать от него. Это что его 300 баксов так оскорбило? А что, может просто еще когда судья будет выходить, мы с ним там перетем. А если судья под программу защиты судей попадет? Давай я сначала попробую договориться. Деньги с собой уделу? Да, конечно, да. 300 долларов нормально. Да 250, я думаю, уж тогда надо пошли. Ну да, думаю тоже. А вы чего это в розовый штанах? Вы же там хотели защиты прав свидетелей? Вот чтоб я вас не это. Так, уважаемый адвокат. Плохая защита что-то у него. Реально, реально, что-то я уже мог ему три раза двоечку соперника. Конечно, уже можно было взять пистолет, что есть у тебя, садить ему пулю прямо меж глаз. Я вот так вот ему уже... Вот так уже мог сделать тысячу раз. Очень страшно, за человеком он сидит весь беззащитный. На нем даже нет маски. Вот я сейчас подойду до кашляну. Понимаешь, какая плохая защита? Так, уважаемый адвокат. Мы просто проверяли брешь в защите свидетеля. Он очень не защищен. Я еще раз говорю, на места свои сядьте и ожидайте. Не подходите на нашу территорию. Мы сейчас опять... Кто на меня чихнул? Свидетель какой-то агрессивный. Хорошо, опять час ждать судьи. Восемь гребаных часов спустя. Все на месте? Да-да. Начнем с присяжных. Всем здравствуйте, значит, сэр Мак. Я, конечно, очень сильно тронут вашей историей, но все же повердик, что вы виновны в данном происшествии. Здравствуйте, сэр Мак. Ваши слова меня просто вот до ниточки врандили. Я там чуть не расплакался. Поэтому я считаю, что вы полностью невиновны. И все ваши слова это чистая повода. Спасибо огромное. Давайте следующий. Я думаю, что сэр Мак все же виновен. Остался еще один человек, тогда будет ничья. Все же вот как и мои два, так сказать, коллеги, к стороне ЛСПД больше отнесусь в ту сторону, чем к вам, сэр Мак. Придем к моему мнению. Ознакомившись со всей доказательной базой, власть у данной незаконными штабами Сан-Андрея суд постановил освободить гражданина Мака Герпеса и Чувейсера от уголовной ответственности по статьям 9.2 административного кода. О, что за нахрен? А это бун! Что произошло? Бежим, бежим! Что ты расслабил? Меня же оправдали, твою мать, что происходит? Меня же оправдали! Черт, 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 твою мать! Бляд! О, боже мой! Я же был оправдан! Я же был, мать ваш, оправдан! Ты не адвокат, я так понимаю? Я, ну, немного, да, не адвокат. Что это значит? Что будет дальше? Все будет хорошо, просто дальше живем. Надо как-то это все забыть. Ваши базы данные поработают, все удалят. Вот значит как, да? То есть я могу идти? Да, пожалуйста. Ладно, я пойду. Надеюсь, больше не встретимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok